Доброго времени суток! Сейчас снимаем очень важное видео о планировке субстратного цеха. Вот мы сейчас находимся около этого помещения. При планировке этого субстратного цеха нам нужно было решать один очень трудный такой вопрос в связи с тем, что ландшафт у нас вот такой неровный, то нам нужно было выходить из того, что у нас есть. Размер здесь 6, ширина и 12 метров длина. Фактически это сначала планировалось просто как навес, но в дальнейшем мы поняли, что можно использовать его более рационально. И кроме всего прочего у нас тут получился просто целый субстратный цех со всеми необходимыми для посадки грибов, агрегатами и всем остальным. Для того, чтобы здесь был удобный заезд, здесь сделаны такие вот широкие ворота, чтобы сюда можно было подъехать транспортом и так дальше. Тут, как видим, пока сейчас вот такой глобальный строительный андеграунд, но давайте в общих чертах попробуем посмотреть, что у нас здесь находится. Так, здесь находятся камеры, ну пока только одна камера, но в дальнейшем планируется здесь еще камера. Сейчас мы будем последовательно это все снимать и будем рассказывать. Итак, как видите, что сам навес был сооружен вот на таких бетонно-деревянных конструкциях, потом сделана крыша, ну и уже фактически там стороны это все обшивалось немного позже. Между этими опорными столбами здесь расстояние по 3 метра и вот получилась такая вот секция, что он как бы разделен на 4 таких вот зоны. Итак, первая зона это инкубаторы для грибных блоков, здесь еще в процессе доработки еще один инкубатор в дальнейшем будет, но мы сейчас вернемся немножко позже. Здесь было задумано такое вот место для сушки дров, для топки, но это себя не оправдывает, это место можно сделать в другом каком-то месте, а здесь лучше сделать еще одну камеру для грибов. Ну и здесь, как видим, сама запарочная емкость и другие рабочие поверхности. Сейчас мы последовательно к этому всему вернемся. Итак, вот первая камера, которая сейчас на данный момент закончена и она уже давно у нас работает. Посмотрим, что находится внутрь. Здесь мы уже неоднократно снимали видео. Пока мы выращиваем грибы по однокамерной системе, то есть, как видите, здесь находятся блоки, которые уже довольно-таки успешно плодоносят. Те, которые сейчас еще немножко подрастают. Вот такие у нас тут растут грибы. Ну и блоки, которые сейчас находятся на инкубации, а те, что вы видите внизу, это те, которые были сделаны буквально два дня назад. Все сейчас находится пока в одном помещении. Размер вот этой инкубационной камеры 3х6. И высота потолка здесь 2 метра. Пока здесь еще не доработано освещение. Это тоже где-то в ближайшее время уже будет сделано. Ну и я уже рассказывал о вентиляции. Здесь вдовная вентиляция, то есть, которая работает приточная, которая подает сюда воздух. И вот здесь вытяжная вентиляция, она должна размещаться всегда внизу, для того, чтобы отбирать споры, которые оседают в самом помещении. И приточная вентиляция всегда должна размещаться вверху, для того, чтобы при вдуве воздуха не поднимать пыль в помещении. Вот одна такая камера уже готова. Это уже блоки, которые отработаны, и в дальнейшем они сейчас пойдут на улицу. Теперь переходим в другое помещение. Вот интересно будет, когда я буду делать эту камеру. Я постараюсь пошагово отснять все, как будет здесь происходить. И в той камере, там сейчас уже не видно, из чего она там сделана, но здесь мы все пошагово отснимем. Как видим, здесь уже приготовлены материалы. Пенофольга для обшивки помещения. Минеральная вата. Если это рукав для проведения электроэнергии, так как строение деревянным, то здесь особые требования к электричеству будут ставиться. Это все нужно делать очень аккуратно. По той же причине, что это делать нужно очень так щепетильно, пока освещение в другом помещении не сделано. Итак, в общих чертах, нужно сказать, в предыдущем помещении оно оббито досками, потом обивается полиэтиленом, потом идет минеральная вата. Я брал десятку для того, чтобы это помещение получилось как термостат. Потом опять была полиэтилен. То есть сама минеральная вата получилась в таком мешке из полиэтилена. Это важно делать, потому что в помещении очень высокая влажность и ставятся очень сложные особые требования к таким помещениям. Потом еще раз изнутри оббивалось досками и уже как такой барьер от влажности, от полива, который постоянно происходит, то здесь будем использовать такую пенофольгу. Здесь видим уже отработанные блоки, которые ждут отправки на улицу для уличного выращивания. Это самый лучший и самый простой способ. Вот такое помещение 3х3. Я планирую его использовать больше для выращивания экзотических грибов. То есть там гериция, лимонные вешенки, розовые вешенки, ну и там других. Королевские вешенки и так дальше. Здесь, в том месте, где сейчас находятся доски, это для обшивки этого помещения. Вот здесь я так запланировал, что именно в этом месте я буду делать то, что называется камера предварительной подготовки воздуха. Это будет такой металлический бокс, в котором будет находиться увлажнитель, обогреватели. И из этого места можно будет в эти 3 камеры подавать уже подготовленный увлажненный и теплый воздух, ну или охлажденный воздух в эти 3 камеры, которые будут в дальнейшем находиться здесь. Поэтому дверь мы будем ставить так, чтобы она открывалась в эту сторону, чтобы она не мешала, вот в дальнейшем вот то, что запланировано для камеры предварительной подготовки воздуха. Ну и пока здесь сейчас, вот где находятся вот эти дрова, здесь в дальнейшем будет еще одна камера. Она будет тоже 3х3 такого размера. Ну это довольно-таки, как вы видели, при том расположении пола, который находится в первом помещении, то здесь можно разместить довольно-таки большое количество субстрата. Если это будет идти речь вообще о шейтаке, то блоков здесь можно разместить ну тысячи, скажем так. Ну и вот здесь очень важный такой момент. Это сама, ну так назвать, инокуляционная комната или комната, где происходит непосредственно посев. Сейчас мы немножко расскажем еще именно вот об этом таком важном месте в производстве грибов. Вот здесь находится вот этот агрегат. Я его последнее время использую для полива. Он дает очень мелкую пыль, которая длительное время, несколько часов находится в воздухе и хорошо дает увлажнение уже растущих грибов. Так, а дальше вот я попробую остановиться на тех моментах. Вы потом множество раз будете просматривать это видео и находить в нем все новые и полезные материалы. Итак, вот здесь видим, что тут еще даже мицелий валяется. Это мицелий от вчерашней посадки. Здесь пока еще не успели убрать. Вот, как видим, необходимые для посадки разные материалы. Это ящик. Это емкости для дозировки мицелия. Вот, ну и в принципе нам тут самое важное, нам вот эти столы, которые находятся здесь. Вот здесь, там есть у меня видео контрольное взвешивание, как правильно сделать блоки. Там я уже снимал, как это все делается. Как это все делается, вот, можете посмотреть. Значит, здесь мы выставляем готовые блоки перед транспортировкой. На этих столах здесь весы, там все необходимые пакеты, которые там нужно брать. Здесь взвешиваем мицелий. И, в принципе, тут, ну, столы должны быть металлическими поверхностями или пластиками, для того, чтобы их можно было легко и спокойно обрабатывать, значит, разными дезинфицирующими средствами. Ну, и время от времени здесь тем же керхером производится влажная уборка всего вот этого помещения, что вы видите. Для того, чтобы здесь было чисто, но самое главное, чтобы пыль не попадала при посеве. И особое, сейчас обратим внимание еще вот, ну, пока это тоже в процессе все доработки, но видите, что здесь находятся кругом деревянные щиты. Они нужны здесь для того, так как посадка происходит довольно-таки длительное время, для того, чтобы не было холодно в ноги, то лучше стоять все-таки на деревянных поверхностях немножко выше. Вот здесь видим стол, на котором, на который вываливается субстрат. И на этом столе происходит паковка самих блоков. Сейчас еще будет отдельно, мы остановимся именно на запарочной емкости, немножко позже. Ну, я сейчас вот покажу, так в общих чертах, как этот стол, он является одновременно уже и крышкой. Он является одновременно крышкой. Видите, что сама конструкция сделана деревянная, но она бита, значит, алюминием, не полкует, а бита алюминием, для того, чтобы она не испортилась в процессе варки субстрата. Вот таким вот образом, в легком движении руки, наша крышка превращается в рабочую поверхность, куда помещается субстрат, и здесь происходит сама упаковка. Довольно-таки национально и эффективно. И вот здесь уже видим, что здесь находится запарочная емкость. Сама конструкция у него приблизительно внешний вид имеет вот такой. Здесь специально находится такая вот доска, на которой мы остановимся. При наложении там, ну, субстрата, который мы отсюда извлекаем, здесь можно удобно стоять в таком парапете. Ну и что нужно сказать о достатках, достоинствах и недостатках вот этой планировки. Фактически это не помещение, которое было приспособлено под посадку грибов, оно делалось уже непосредственно под те нужды, которые нам необходимы в процессе работы. И оно довольно-таки удобное, и преимуществ в нем очень много. Из недостатков единственное, что я бы отметил, вот эта емкость, она делалась немножко раньше, когда еще не планировалось, вот именно здесь субстратный цех, поэтому она размещена немножко не совсем хорошо. Но я объясню почему. Здесь вот такое большое пространство, оно оставлено с одной такой целью, что я так себе планировал, что в этом месте можно будет разместить соломорезку, и соломорезка здесь бы нарезала солому, и потом эту солому будем перемещать в эту емкость. Но, как показал опыт, такое мероприятие делать вообще нецелесообразно и неоправданно, по той простой причине, что солома, когда мы будем ее нарезать, особенно на электрической соломорезке, она дает очень много пыли, которая будет перемещаться по всему этому помещению, вентиляторы будут давать ее внутрь, то есть инфекция будет попадать, поэтому именно что в этом помещении размещать соломорезку нельзя. Ну и вот таким вот недостатком, если бы я этот момент знал чуть раньше, то я бы лучше эту емкость ставил, более так вот разместил сюда, там бы осталось больше места для работы, или можно было сделать еще одну точно такую самую емкость, то есть можно было разместить их две, тогда можно было более так эффективно и плодотворно работать, но в принципе пока такой вот емкости хватает для работы, и вот что хотел вам рассказать об этом помещении. Довольно-таки все удобно, рационально, все в одном месте, и те блоки, которые мы готовим, они сразу перемещаются в инкубационные камеры, для того, чтобы они не остывали, так лучше всего стартуют мицелий, и вот так. Ну и сделано, опять же, таким удобно сделано освещение, вот именно так, чтобы при загрузке самой емкости, то есть лампочки там не мешали, чтобы их не разбить в процессе работы, вот таким вот аппаратом, чтобы ничего тут не нарушить, и в то же время, самое главное, когда мы работаем за этим столом, чтобы здесь было достаточное освещение, при инокуляции гребных блоков. Вот фактически и все, что я хотел рассказать об этом помещении, еще мы более там другим планом снимем из этого места, как это все выглядит. Вот здесь, как я говорил, здесь планируется еще одно, одна инкубационная камера, там за вот этими досками видно, что мы уже были в той камере, ну и та камера вот там за дверью, которая уже на данный момент работает. И пока все желаю вам всего самого наилучшего. Постарайтесь, когда будете планировать свое помещение, учесть те пожелания, те моменты, которые я озвучил. Ну и что я вам скажу, что ясным образом, что это все довольно-таки глобально выглядит по объему, по размерам, поэтому это все не делается за один день, это делается какое-то время, но все действия должны быть последовательными, чтобы четко понимать, что вам в дальнейшем будет нужно, и не делать тех ошибок, возможно, которые имеют место здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok